Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Главные новости для сегодня. 103 года со дня международного признания Республики Армения. Молчание осуждает их Раймонд Берберян. Институт Лемкина призывает Байдена, Шольца и Макрона серьезно отнестись к угрозе геноцида армян в Арцахе. Заявление председателя Земляческого союза Шуши Ашота Арутеляна президенту Западной Армении Арменаку Абрамяну. Проектируя будущее Армении и Армян. Конференция армянского будущего. 19 января день памяти Гранта Динка. В Иерусалиме открылся армянский музей. День независимости. В 1920 году в этот день Лига наций, Высший совет союзных государств Антан Петербург, под предводительством Великобритании, Франции, Японии и Италии на Парижской ассамблее официально признала независимость Республики Армения. В это время в состав новой независимой Армении входили Карс, Сарашкамыш, Ардаган, Ани, Игдыр и другие крупные города вплоть до Киликии. На протяжении века столь важный факт среди многих других знаменательных страниц нашей истории скрывался от общественности или был фальсифицирован захватчиками. Причина в том, что принятая в 1990 году Декларация независимости Республики Армения, как и действующая по сей день формулировка Конституции 1991 года, Армения является правоприемницей на Кавказской Армянской Республике 1918 года, а Советской Армении переименованы из Армянской ССР в Республику Армения. Права армян Турции, Армении на самоопределение до их независимости были признаны указом России от 29 декабря 1917 года, указ, который в настоящее время включен в первую Конституцию России 1918 года, глава 3 стразя 6. В настоящее время Западная Армения предстает перед международными сообществами как первая республика Армения и непрерывное государство Турция-Армения. Таким способом, установленные международным правом притязания, переводя территориальные проблемы из поля военного политического конфликта в правовую сферу, способствуют мирному решению вопроса. В ответ на многочисленные заявления президент Западной Армении Армена Кабраамян без колебаний напоминает, что Франция уже признала независимость Армении после геноцида против армян. Де-факто 19 января 1920 года на территории Западной Армении, включая Арцах до Киликии. В апреле 1920 года на конференции в Сан-Ремо, а позже Де-Юре 11 мая 1920 года. Если Республика Восточная Армения установит хорошее отношение с турецким населением, если Турция покорно признает геноцид армян или попросит прощения в суда всего мира, это помянет память убитых. Души более полтора миллионов убитых армян проклянут своих потомков за неуважение. С нашей же стороны это будет капитуляция с потерей достоинства, которая причинит боль всем нам. Более того, считаю, что отношения между Арменией и Турцией намного ухудшатся. Это как накрыть кровоточащую рану прозрачной тканью. Среди народов цивилизованного мира есть те, кто не соблюдает этические нормы. Многие западные страны в экстазе нашлаждались сценой Данте, как уничтожается тысячелетний народ руками варваров, турок, османов. Даже если они в открытую не участвовали в событиях, это не освобождает их от вины. Иметь спасательную шлюпку и не пытаться спасти тонущего человека – это посягательство на его жизнь. Считаю, что европейские страны не менее виновны в геноциде, совершенном турками. Все они, или почти все, ответственны и соучастны, даже члены Лиги нации. Как долго человечество будет молчать перед зверством сильных мира? Разве они не понимают, что их молчание осуждает их? Как некоторые международные преступники, такие как Эрдоган, Алиев и прочие, могут представлять себя невинными? У них действительно есть свой бог. Мир без справедливости подобен затишью перед бурей. Раймен Берберян, гражданин республики Западной Армения. Институт предотвращения геноцида имени Лемкина в Твиттер вновь коснулся закрытия Беззорской дороги. Институт предотвращения геноцида Лемкина призывает имеющих власть в мире, особенно президента Джо Байдена, федерального канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона, серьезно отнестись к угрозе геноцида против армян в Барцахе. Мир не может допустить еще одного геноцида против армян, говорится в записи. В начале 20 века при таком же молчании на территории Западной Армении произошли массовые погромы и резня армян. В дальнейшем лишь страны-наблюдатели признали в качестве утешения геноцид против армян. Со временем пытаясь вытеснить фактор компенсации, однако руководство Западной Армении продолжает работу в правовой сфере и защищает общие интересы Армении. Сейчас почти тоже повторяется в Арцахе, чего допустить непозволительно. Посредством псевдоэкологов, нанятых российской властью Азербайджана, которых не знают даже экологи Азербайджана, продолжается геноцид армян в их колыбели, который в любой момент может перейти из республики Арцах в республику Армению. Руководствуясь исключительно гуманитарными интересами от имени Земляческого союза Шуши, представляющего гражданское общество города Шуши, нашедшего убежище в Ереване, обращаюсь к президенту Республики Западной Армении господину Арменаку Абрамяну, уполномочив перед Советом безопасности ООН и его постоянными членами США, Великобритании, Франции, России и Китаем, а также перед странами Минской группы ОБСЕ, представляющими особый мандат по азербайджанско-арцахскому конфликту обеспечить доставку продовольствия в республику Арцах. Полная статья доступна на нашем сайте. Организованная с 2021 года гражданская инициатива «Армянское будущее» готовится к форуму в марте, в котором будут участвовать как депортированные армянские участники, так и представители Армении. В рамках форума обсуждение вопросов, касающихся будущего Армении и армян, обмен мнениями, а также подготовка дорожной карты, крайний сток подачи заявок 23 января. Форум «Будущее армянское» предоставит площадку для общественного обсуждения важнейших вопросов армян всего мира. С 10 по 12 марта в ходе предстоящей встречи в съезде в Армении объединяющих депортированных армяны будут обсуждены три основные темы «Союз Армения, депортированные армяне, историческая ответственность, рост населения». 16 лет назад, 19 января 2007 года, в Константинополе был убит сын Западной Армении, представитель армянской интеллигенции, основатель и главный редактор еженедельника «Акос» Гранд Дик. Убит средь бела дня у входа в редакцию газеты «Акос». Выстрелом турецкого националиста Огюна Самаста. Человечество в очередной раз стало свидетелем армянофобии, идеи турецкого национализма и ее последствий. Передовая интеллигенция и демократическое общество подняли слова протеста против совершенного преступления, продемонстрировав солидарность и поддержку армянскому народу. Тем не менее, на государственном уровне убийцы преступлению адекватный ответ дан не был. Очевидно, что преступник организовал преступление не один, более того, спонсировался и был направлен именно государством. Тем не менее, Турция, открыто доказав геницидальную и антиармянскую политику, в очередной раз столкнулась с упреком и порицанием мира. Западная Армения, осуждая чудовищное убийство и организаторов, помнит и чтит память о Гранд Диньке. Дата 19 января выбрана не случайно. В этот же день, 1920 года, отмечалась годовщина международного признания Республики Армения. Гранд Диньк своей деятельностью боролся за права армян, проживающих в Западной Армении. После пятилетней реконструкции музей истории Армении вновь открыл свои двери в армянском квартале Иерусалима. Об этом сообщает The Times of Israel. Директор Цогай Каракашан отметила, что музей будет действовать как путеводитель жизни армян. До реконструкции здание музея, будучи первоначально пансионом паломников, построенным в 1850-х годах, служило монастырем, детским домом для детей, спасшихся от геноцида, семинарией, небольшим музеем и библиотекой. Центральным экспонатом музея является мозаика V-VI века, обнаруженная в 1894 году на территории древнего армянского монастырского комплекса. Имеется надпись на армянском языке, посвященная памяти и спасению всех армян, имена которых знает Господь. Музей демонстрирует армянское материальное искусство, также рассказывает армянскую историю выживания в регионе. В Иерусалиме проживают около 6000 армян, многие из которых являются потомками спасшихся от геноцида армян. И в завершение новостей песню «Ду о ра ра, душ о ра ра» в исполнении ансамбля «Ани». В Иерусалиме Субтитры создавал DimaTorzok Такие были новости на сегодня. Всем мира и добра!